так здравствуйте дорогие друзья вы как всегда на канале голос истины с большим уважением к вам родные люди итак дорогие друзья я сегодня расскажу вам очень об одной очень интересной истории которое произошло в армении в центре и рована на столице нынешней армении история действительно очень интересно я сам об этом недавно узнал к удивлению хотя я должен был об этом узнать а узнал я об этом от одного от одного российского блогера русского парня где он в одном из своих роликах рассказывает об этом коротко но я поискал немного нашел информацию об этом и хочу поделиться с вами история о том как убили застрелили расстреливали пятерых российских десантников прямо в центре столицы нынешней армении а это дело называют казнили не убили не стреляли не застрелили а буквальном смысле этого слова казнили пятерых российских десантников в армении а почему именно так называют это это вообще-то правильное определение потому что в ходе этого ролика вы сами поймете почему именно так определяет вот это происшествует историю преступления итак дорогие друзья поехали вот давайте вот так я вам покажу отсюда я буду немного я тоже коротко об этом постараюсь ссылки на информацию об этой истории я оставлю в описании под этим роликом начну читать где-то вот отсюда 10 июля 1992 втором второго года колонны из 8 автомашин с аппаратурой спутниковой связи под охраной двух расчетов зенитных установок возглавляемая лейтенантом александром шаповалом вышел из расположения 127 мотострелковой движи на выезд из ленина кана и так вы примерно поняли да о чем давайте вот отсюда итак дорогие друзья началась проверка документов да такая какая там проверка армянская страна просто напросто потребовала сдать зенитные установки представителями обороны армении старшие по званию полковник бабкин как свидетельствуют очевидцы относят к этому требование равнодушно запомните этот момент как старший бабкин полковник относится к этому равнодушно всем своим видом давая понять что в этом вопросе его хата с краю что решение должен принять команд командированный на за техникой и лейтенант шаповалов и лейтенант шаповалов решение принял шаповалов твердо заявил что оружие не отдаст что вместе со своими десантниками будет защищать его даже ценой жизни его уговаривали ему грозили ссылались на какие-то договорю договоренности о передаче оружия и техники лейтенант был тверд и не пока не пока ли они поколебен не отдам тогда российская страна армянская страна предложила возбежание кровопролития всем месте отправиться в ирован и там до конца прояснит законность и подлинность документов на волос техники автомашина шаповалова как и положено по уставу шла в колонне замыкающей в колонне замыкающей но вот заминка поломка одной из автомашин очевидцы предполагают что поломка была искусственного происхождения она была подстроена но пока это выяснялось пока шаповалов безрезультатно пытался завести машину с буксира колонна вышла за город ведь нам принял решение просит сломавшиеся авто и немедленно догнать колонну и вот в самом центре линнакана на центральной площади города где русские парни тогда еще продолжали делиться хлебом и последней рубахой с пострадавшими от землетрясения армянами лейтенанта александра шаповалова сержанта евгения подбудника и олега юдинцева юдинцева рядовых михайла карпова и николая масленникова встретили шквальным огнем из автоматического оружия и гранатомета как посчитали потом эксперты в корпусы автомашины шаповалов оказалось 216 пробу и поле и осколька буквально разорвали молодые тела и чистые смелые сердца ребят так дорогие друзья в конце интересное будет и вот центре минуточку где остановится до оставшиеся без командира и без охраны колонна была легко обезоружена и возвращена в штаб шракского отряда есть свидетели которые показывают что слышали короткую жуткую фразу прощенную об рамьяном на то время заместитель министерства обороны армении и ответ на доклад одного из своих подчиненных добит то есть кто-то из этих пятерых потом предполагают что это был шаповалов чтобы живой но приказали добить добить свидетели высказывает предположение вот пишется об этом свидетели высказывает предположение что один из пятерых десантников был к тому моменту еще жив может быть это был жилья наш шаповалов по поводу случившейся с армянской стороны была тут же выдвинута официальная версия которая трижа тиражировалась в армянской сми вот это на них похоже ребята я вот недавно предудившим ролик и рассказывал о том как в лос-анджелесе до 6000 армян напали на 50 азербайджанцев а потом вдруг они начали рассказывают о том что они сделали это потому что азербайджанцы что-то сделали с армянскими девушками представляете на митинге лос-анджелесе и смотрите армянская версия согласно этой версии говорил мне член следственные группы майор с юстиции али олег бедрик шаповалов и его люди раздавили машины ребенка ребенка раздавили ведь на жалость сразу многострадальные вот жертвы на их ребенка раздавили машиной затем открыли стрельбу убили ранили несколько человек среди которых были и случайные прохожие но мы допрашивали начальника овд или на кана приобщили к делу сводку происшествий на за этот день ни одного убитого или раненого с армянской страны следствие восстановила достаточно полную картину случившийся на ребят напали из заранее подготовленные засады совершенно неожиданно для них короче тут если коротко речь о том что армяне захватывали кроме того что сколько им передавали вооружение я войны с азербайджаном для оккупации нагорного карабаха они еще и сами самостоятельно как говорится захватывали оружие вооружение советской войск и в этой случае вот видите я просил чтобы вы запомнили этот момент когда бабкин командир 1 относится относится к этому равнодушно то есть армяне захватывает оружие а он спокойно к этому относится потому что сверху было указание не препятствовать а вот такие как литнанты шаповаловы пониже мы же все свое время служили советской армии мы знаем да действительно солдаты и солдаты они-то не знали вот что происходит что за игры они действительно служили вот служили своей родины им доверили вооружение и вдруг и у них это хотят отобрать они не отдают их казнили демонстративно в центре города я тут по моему перепутал не в центре и равана линнака не в юмре и убивает забирают вот это зенитной установкой золу и так далее вооружение военную технику отбирают потом вы видели до придумывать историю о том что они убили армянского ребенка еще и расстрелывали мирных жителей армении вот почему их казнили связи с этим отец шаповалова написал письмо открытое письмо а потом еще одно письмо бориса ельцину бориса николаевса и николаевичу ельцину о том что как зверские убили его сына в армении и никто не арестован никто не несет никакой ответственность и так далее там подобное первое письмо он писал министру обороны армении и оскорблял скажем так и заставлял принижал и так далее там подобное что убили его сына и никто не арестован никто не наказал второе письмо как я уже отметил написал бориса николаевича ельцину отец лейтенанта александра шаповалова иван шаповалов отчество по моему у него борисович по борисович тоже ладно буду обращаться к вам как дядя вани дядя ваня вы написали письмо президенту россии бориса ельцину о своем сыне о том что его убили зверской казнили так далее там подобное да я от себя добавлю кое-что и вам покажу дядя ваня кое-что по поводу оружие которое они захватывали это все было показухой это было все игра оружие на самом деле спокойно передавалась армянам армянской стране для того чтобы армяне оккупировали территории азербайджана данном случае на горный каравах проводили там этническую чистку мало того российская армия вот ваши такие сновья как вы они потом получили еще приказ чтобы они воевали еще на стороне армян например 366 полк российской участвовал самых важных и кровавых операциях против азербайджана со стороны армия армян об этом многие знают это факт но дело не в дело о вашей письме который вы написали париса николаевич николаевичу ельцину о том что вашего сына за то что он охранял российское имущество данном случае вооружение и ценой своей жизни охранял потом его убили казнили армян армяне а никого не наказывали за это хотя все об этом все знали как все это произошло и вы жалуетесь борисом николаевича дядя ваня на самом деле борис николаевич вам ответил вы просто упустили этот момент он вам ответил сейчас я вам покажу показываю ответ бориса николаевича николаевича ванна ваше письмо помните да рухлина генерала вы знаете за что его убили сейчас узнаете российская газета известия опубликовала аналитический материал о том какое оружие получили из россии армении и азербайджан с самого начала карабахского конфликта по наши дни после раздела в 1992 году имущество советской армии оставленного за гавказе армения как минимум до середины 1996 года получала дополнительные вооружение и боеприпасы по одним сведениям это была отложенная отложенная реализация соглашения о разделе имущества по другим новые поставки причем в обход действовавших запретов по данным главы комитета обороны госдумы льва рухлина которого грохнули убили за то что он вышел и открыто сказал что россия передал передала вооружение армении на миллиард долларов те годы те годы на миллиард долларов вооружение для чего дядя ваня для чего для того чтобы оккупировать территории азербайджана вот и все чтобы был этот конфликт чтобы потом кроме имел рычаг давление и на армению и на азербайджан что мы не сегодня видим в наши дни рухлин об этом сказал знаете почитаешься оглашенным им в апреле 1997 года на заседание парламента стоимость переданного имущества могла достигнуть миллиарда долларов это кроме того как российская армия после развала советского союза оставила какие-то военные имущества вооружение и армении и азербайджану чтобы они друг друга джага джага и после этого просто безвозмездно армении еще дополнительно на миллиард долларов дает оружие рухлин об этом говорит поднимает шум и его убивают отмечается что в частности армении было передано 80 танков т-72 некоторое количество бмп-2 до 120 единиц ракет реактивной и ствольной артиллерии а также около десяти тысяч единиц стрелькового оружия армении сегодня говорит мы на корном карабах и воевали лопатками виллами против этих азербайджанцев которые азербайджанцев которые были вооружены до зубов они сегодня вот такие вот герои и так далее тому подобное что я этим хочу сказать дядя ваня там где сидит сидели и сейчас сидят управляет страной именно плевать было плевать было на вашего сына шаповалова и так далее и тому подобное вы пишите хоть 100 писем они ответят вам таким образом ваш сын охранял типа российское оружие чтобы они не перешли другие руки а ваши закрывали на это глаза и давали добро добро на это дело вот почему до сих пор не раскрыто это дело вот почему до сих пор ни один человек за это не наказан и не будет наказана не будут вот и все вот и вся и история а самое-то главное ара знаете я вам один тут очень интересный момент покажу очень интересный давайте вот эта часть в колонне там на самом деле много чего было вы почитайте статье и получите полную информацию коротко в колонне вторым шел урал зенитной установкой замыкал колонну такой же урал со старшим лейтенантом боевого охранения шаповалова за ленинаканом взяли путь на грузию шел дождь на двадцатом километре дядя ваня шоссе дорогу колонне переградили армянские боевики с криками руганю стрельбой из автоматов они бросились к машинам в ответ поверх их голов ответила зенитная установка нападавшие струхнули и тут же сменили гнев и милость на милость закричали они стреляйте не стреляйте вы же ваши братья ара братья братья христиане как они любят это говорит вдруг они начали кричать арома братья арома братья то для диване у нас вот такие соседи мы с ним вот приходится жить приходится хоть и нам ненадолго такие соседи нам не нужны дядя ваня нам вот таких соседей навязали а для себя таких братьев дядя ваня минуточку таких подлых соседей нам привезли откуда-то заселили наши территории наши земли а себя вот таких братьев арома братья вот и происходит такие дела дать дядя ваня убивает ваших сыновей убивает наших детей женщин сыновей тоже а их охраняет а их защищает прямо в центре россии в кремле знаете сколько у них там покровителей и плевать им на вашего сына убили там какие-то армяне вашего сына ну и черт с ним таких шаповалов очень много в россии вот у нас такие соседи а у вас такие братья всем пока счастья здоровья и мирного неба над головой в и и и